Девочка-пай Девочка-пай Всем большой привет, друзья! Сегодня я хочу показать вам свои мини-игрушки, которые у меня находятся в наличии. Если вы смотрели предыдущие видео, в воскресенье я отснимала, то вы могли видеть мои большие или среднего размера игрушки, которые у меня находятся в наличии. Кто первый раз зашел на это видео, вы можете перейти на предыдущие или здесь я вам оставлю ссылочку в подсказках и тоже можете посмотреть, какое количество есть у меня в наличии. И так как я вам обещала, что я еще отсниму малюток своих, потому что большие игрушки хорошо видно, когда ты их отснимаешь издалека, ну а маленькие надо показывать вблизи. Поэтому именно сегодня мы будем рассматривать мои маленькие игрушки. Также еще скажу, кто на меня подписан и кто наблюдает за моим каналом, не пропускает видео, то конечно вы эти работы уже встречали. Но я так напоминаю, так как я снимаю видео о игрушках в наличии, поэтому еще раз вам сегодня буду показывать. Мы рассмотрим игрушки и также рассмотрим набор одежды, для кого, который предназначается. Хотя они, можно сказать, одного такого размера и можно их переодевать, одевать, то есть одежда может быть, конечно, разная. И хочу начать я именно с этого маленького зайчика. Я оставила его себе, он живет у меня на полочке, так как я первый раз вязала такую маленькую игрушку, это был такой пробный вариант, поэтому я его и оставила у себя. Ну и также еще для той цели, например, я вяжу игрушки размером 50 сантиметров, да, и если их поставить вместе, то очень хорошо можно увидеть разницу по размеру. Вот так, какая маленькая игрушка, где находится большая. Вот так что этот зайчик у меня живет. Я его вязала крючком 125 из полухлопковой пряжи, такого персикового цвета. Тут еще, конечно, над этой схемой можно очень хорошо посидеть, поработать, удосконалить его, да, чтобы он был такой более лучший, более милее. Ну, девочки, какой есть, да, первый пробный вариант маленькой игрушки. Значит, что у нас здесь? Ножки двигаются, ручки тоже двигаются, голова поворачивается в разные стороны. И сделала я вышивку Рокуко, розочка на животике, две розочки на голове. И здесь я глазки пришивала. Нашла несколько таких черных бусинок, они круглые. И пришила, так как я заказываю в основном большие глазки для средних игрушек, для большого размера, то маленьких таких у меня и не было. Вот, я пришивала бусинки, так же мордочка пришивается здесь, получается такой малыш, такой зайчик. И размерчиком, если ножки вот так стоят прямо и ушки, то он получается вот так 10 сантиметров. Честно скажу, вот так, если, например, вязать на продажу, да, заниматься именно маленькими игрушками, то мне такой вариант именно этой пряжи не очень нравится. По-моему, я вязала из джинса. И очень так старалась плотно, но все-таки, как бы мне хотелось, чтобы эти столбики ложились намного ровнее. Ну, первый раз пробовала, девочки, вязала плотно, насколько могла. Вот, можно было еще взять, я даже не знаю, единичку крючком связать, такой зайчик. Ну, или очень хорошо поработать над схемкой. Так, этот малыш живет у меня. Дальше, в коробочке у меня тут находится мишка. Из тех малюток, которых я вязала, у меня их было три. Две девочки забрали, мальчик остался. Вот, у него есть такая курточка, она связана из пряжи Алисе Софти. Там, где 50 грамм, 115 метров. Так, мы сейчас его разденем. Вот, курточка у нас снимается с капюшончиком. И вот так выглядит, не шутка. Получается, кофточка, это тоже съемная на пуговку. Вот, он размером выходит, так, 8 сантиметров, 8 с половиной, где-то в таком роде. Здесь у нас ножки поворачиваются, ручки тоже, и голова крутится в разные стороны. Так, его я вязала из такой пряжи Ярнард Бегония, 50 грамм, 169 метров и стопроцентный хлопок. Вот, и также я вязала его крючком 1,25. Хочу сказать, что над этим надо работать, над этим надо сидеть, потому что я веду в том плане, что пряжа, именно эта Ярнард Бегония, не подходит для крючка 0, например, 75 или 0,85. Да, те предыдущие мишки, которые у меня забрали, две девочки, одну из них я вязала крючком 0,85. Я крючок сломала, потом довязывала другим крючком. Вот, я хотела добиться такого, знаете, результата, чтобы игрушечка у меня была поменьше размера. Ну, она и получилась чуть поменьше, но незначительно. И, конечно, из этой пряжи не подходит этот размер крючка, надо брать побольше. Вот, вязала очень плотно, он такой прям действительно твердый, я бы сказала, даже как дубовый, да. Вот такой тверденький, потому что и само полотно получается очень плотное, и при том набивка получается тоже, надо его набивать плотнее. Но зато он такой, знаете, ну такой, даже не знаю, как объяснить, это надо девочке просто в руках подержать, чтобы это почувствовать. Вот этот получается такой легкий, ну и это очень хорошо видно, где хлопок, а где уже полухлопок. Вот, все-таки такой вариант мне нравится больше. Я и сидела над ним очень долго. Мордочка, самое-самое тяжелое, что в этой игрушке, это действительно пришить эту мордашку и вышивать белочки. Это очень трудно, игла не проходит, так как действительно столбики плотно вяжутся, игла не проходит, в помощь мне шли плоскогубцы. То есть мне надо было брать плоскогубцами за иголку, продевать, потом плоскогубцами с той стороны, да, вытаскивать. И так стежок за стежочком, и так я пришивала. Ну, наверное, пришивала больше, чем вязала саму вот эту мордашку, точнее, дольше. Вот, ну, результат меня очень радует. Вот, тех две девочки, вставлю вам тут фотографии, они тоже милые, классные, и уже, конечно, находятся в своем доме. Эти игрушечки у меня все в наличии, что я вам сейчас буду показывать. Если кто захочет, вы можете мне написать в личные сообщения, то есть на мой инстаграм или на мою электронную почту. Ссылочки будут внизу под видео. Вот, их можно будет купить. Сейчас идут праздники у нас для своих деток. Так, помещалось их тут трое у меня в эту коробочку, но пока что есть вот один. Так, я его так и закрываю, чтобы он там такой чистенький был. Вот, дальше, дальше хочу вам показать своих бегемошек. Значит, друзья, тут игрушечка тоже связана и с Ярнард Бегонии, это тоже стопроцентный хлопок, я вязала крючком 125, очень так же трудно, но здесь, что полегче, что не надо уже было мордашку пришивать, так как она вывязывается сразу. Но все-таки тоже такая сложная работа. Большую игрушку, наверное, быстрее связать, чем вот эту малышку. У нас тут получается тоже ножки двигаются, лапки двигаются, вот голова поворачивается в разные стороны, глазки такие классные, взгляд. В этом платьице она смотрится как маленькая ромашка. Вот. Малюсенькая, 7 сантиметров. Вот платье можно снимать. Так. И для нее есть корзинка, она у меня связана из трикотажной пряжи, вот, крючком так же я вязала, сюда приклеила ажурную ленту, можно, конечно, и прошить, но тоже игла плохо заходит именно через эти трикотажные столбики. И я думаю, что у меня есть клей-пистолет, да, и можно вот так аккуратно тоже приклеить, и оно хорошо держится. Вот такая сумочка маленькая. Для каждой есть своя постелька. Эту я шила тоже вручную, из ткани. Это светочка мне такую ткань присылала в подарок. И так же еще вот такая подушечка. Добавила немножечко наполнителя, и получается вот такая постелька. Так. С такими сумочками ребенок может не только дома играть, да, но и, конечно, можно выходить на улицу. И игрушечка маленькая всегда-всегда будет рядом с вашим ребенком. Пледиком еще укрыть, и будет отлично. Вот. Так. Бегемошечка. Я вам сейчас для начала так показываю, а потом уже покажу весь гардеробчик, который есть. Так. Тут тоже у меня есть сумочка. Это персиковый цвет, это розовый цвет. Она такая более, да, посветлее, поярче. Здесь также есть украшение. Вот бантик и ленточку я приклеивала. Так. И получается, как вы видите, что это чуть побольше, это поменьше. Это из-за толщины самой трикотажной пряжи в бобинке. Да, там тоже есть разная толщина. Вот. И тут у нас также есть подушечка. И вот такая простенькая. я уже их вязала из пряжи Алисе Софти. Вот. Тут еще вам покажу, так как я поставила на кроватку, это пледик, относится к этому комплекту. Вот. Если ваши дети играют, например, там, в кукольную мебель, да, смотрите, как оно классно выглядит. Положить. очень интересно, очень мило. Так. Тут также бегемошечка у меня. Они вроде и похожи, но чуть-чуть. Здесь я более утянула глазки. Получается, что она такая удлиненная мордочка получилась. Смотрите, какие они прикольные. такие маленькие козявки. Платье тоже связано из стопроцентного хлопка. Да, здесь у нас бантик, повязочка снимается, платье тоже можно снимать. И также все части головы поворачиваются. Еще так плотненько, да, потому что в процессе потом оно станет намного чуть-чуть легче поворачивать. Но я люблю, чтобы было именно так. Лучше пусть потом, например, которые дети будут играть, это игрушечкой. Лучше они потом сами вот это все раздвигают хорошенько, да, и оно будет так намного лучше двигаться. Еще такая милашечка. Так. И также у меня есть еще маленький бегемотик-мальчик. Он уже с такой синей ниточки светлый джинс связан тоже пряжа ярнарт бегония. И этот костюмчик также из этого стопроцентного хлопка связан. Тут у меня повязочка завязывается. Штанишки идут с лямочками. Пуговки. Тут можно застегивать пуговку. И вот эту можно застегивать. девочки это надо еще знаете так хорошенько вот тоже несколько раз одеть раздеть чтобы оно стало более таким ну не то чтобы мягким а в том плане чтобы оно хорошо застегивалось хорошо снималось да это уже все в руках ребенка конечно потом будет раздеваться и одеваться такой мальчик еще так и тут у нас тоже есть постель тут тоже у нас есть простенька есть подушечка и такая корзинка уже такого голубого цвета так можно сидеть и играть даже взрослый человек может это делать подушечка классненько и он себе тут тоже спит так плетик наверное я спрятала в коробочку вот так давайте сейчас я покажу еще одну коробочку тут у меня находится весь гардероб для них я думаю что какую игрушку ну какую одежду ты бы не одел на любую из этих игрушек они все подходят так сейчас то я что-то так плотно закрыла давайте по порядку значит получается такой конвертик сюда залазит игрушечка здесь бантики расстегиваются есть капюшон это можно одевать например когда вот идете на прогулку с бегемотиком да чтобы ему теплее было в конверте кину или после душа например если ребеночек играет вот также еще есть такой беленький для любой игрушки это конечно подходит вот еще есть такой бежевый получается они тоже связаны из пряжи ализе софти обычная 50 грамм 115 метров вот такие конвертики так дальше тут у меня осталось пальтишко у меня эти маленькие мишки забирали на израиль и так как мне женщина писала что у нас очень жарко всегда и что как бы им по-любому курточек такого теплого пальто не надо будет то они все-таки взяли именно такие курточки были для мишек а пальтишко у меня осталось вот с капюшончиком здесь проходят ручки завязывается на завязки я вам его показывала она все хорошо расчесывается вставлю вам сюда фотографии посмотрите как мишка выглядел именно в этом пальто так тут у меня идет пледик вот для этого малыша можно укрыть хорошенько можно было связать поменьше его а я уже таким как бы двойным связала мой карапузик хорошенько укрыть и такой смешной малыш там спит себе так тут у меня что еще дальше есть платьица маленькая так для этого платьица идет в наборчик повязка на голову и плюс идет еще сумочка вот сумочку я вкладываю купила вот такие маленькие баночки и сюда я поставила например пуговки маленькие бусинки да если вдруг у бегемошки потеряется то отсюда можно будет взять и пришить вот такая маленькая баночка сумочка так дальше тут у меня есть также платьица она уже связана спицами для мишки я вязала вот бантик тут у меня есть еще кофточка тоже для мальчика для этого мешки что желтой курточки она будет хорошо подходить то есть набор можно выбрать любой также для бегемотика смотрите вот штанишки на лямочках я вам показывала вот для этого еще такой маленький жакетик или без рукава очка вот тут у нас еще есть такие шортики тоже для мальчика тут еще у меня есть одна сумочка можно ее принципе и для этого платится до брать или для этого ну то есть или белая или розовая тоже будет подходить вот и маленькая такая баночка она закрывается бусинки там держится вот это получается поменьше это чуть больше так что тут у меня еще еще у меня из пряжи так это пряжа накопоришь да было два таких конвертика получается один забрали один у меня остался вот его хорошенько тоже можно расчесывать например даже взять зубную щетку чистую главное и вот так распушить этот пушок ну так как оно у меня лежит просто в коробочке то конечно этот пушок он мнется но он не вылазит если вот так его расчесывать то оно все хорошенько здесь держится он никуда не вылазит так если например надо раздевать ну давайте мы сейчас еще здесь поиграем разденем примеряем вам один платится вот такой он голенький смотрится такой смешенючий так тут у нас проходят ручки можно завязывать вот такой получается смешенючий вот такой малыш можно можно поставить в эту корзиночку будет спать себе тут у меня еще одна вот такая баночка осталась можно будет связать чуть-чуть побольше сумочку и тоже сюда поставить бусинки пуговки и также для кого то будет так что вот друзья такие у меня есть игрушечки маленькие пока что из маленьких больше ничего не вязала так как вам и рассказала что то пряжа из которой я думала что буду вязать да это стопроцентный хлопок именно из этой ниточки я на пробу взяла было несколько так цветов да то есть пару моточков на пробу попробовать мне нравится хлопок очень хлопок я люблю но он просто не подходит для этого крючка эта ниточка сложена по-моему так три или четыре сложения и когда я подцепляю крючком она захватывает не полностью ниточку а захватывает одну две и потом несколько раз нужно возвращаться обратно на этот столбик чтобы подхватить чтобы эти ниточки потом никуда не торчали в общем это долгая долгая работа поэтому маленьких я больше не вязала конечно я их еще буду вязать но надо подумать какую пряжу хорошо подобрать под тот размер крючка который которым мне бы хотелось повязать вот или белую сумочку можно принципе сюда вот для этого платится так а тут у нас вот эта ромашка еще есть вот такой прелести у меня как видите тоже есть оно вроде все и маленькое но маленькие штучки тоже не так просто и легко вязать все-таки они также требуют своего внимания вот эти малыши но зато очень красиво и мило друзья ну и вот и все это на сегодня что я хотела вам показать такие игрушечки маленькие такие наборчики одежды если вас вдруг заинтересует какая игрушка да или вы захотите выбрать набор одежды то вы можете мне писать а если например захотите еще что-то добавить в этот гардероб то конечно мы с вами это можем обсудить и также я это могу связать вот для вас на сегодня я буду заканчивать и мы встретимся тогда уже с вами в новом видео всем пока